30 лет назад он сделал это в первый раз. Новозеландец Эй Джей Хакетт, отчаянный экстремал, увидев ритуальные прыжки жителей Вануату с деревянной вышки, решил тоже так попробовать. Правда, обвязавшись не лианами, как австралийские аборигены, а эластичным канатом, который сам же потом и назвал банджи. Затея имела сумасшедший успех, особенно после того, как Хакетт прыгнул с банджи с Эйфелевой башни, международный скандал, шумиха в прессе. Зато весь мир узнал о новом экстремальном развлечении. И уже в разных странах стали открываться площадки для банджи-джампинга. Новая Зеландия, Бали, США, Мексика, Китай. И вот теперь Россия, Сочи. Скайпарк или парк приключений на высоте. Здесь самая высокая тарзанка в Европе – 207 метров. Но не только это есть. Еще одна площадка для прыжков банджи высотой 69 метров, гигантские качели над пропастью. Да ведь и просто пройти по этому мосту – для многих уже преодоление себя. Это очень интересный опыт. Мы видим, как люди заходят на этот мост, нервничают, боятся, доходят до середины, где высота 207. Им нужно сесть, успокоиться, выдохнуть. И на самом деле они начинают чувствовать, как будто сделали что-то важное. Это потрясающе. Я люблю просто наблюдать за посетителями, замечать в них эту перемену. Мы тоже решили попробовать. Не просто погулять и пофотографировать. Прыгать. Ведь со стороны кажется не так уж и страшно. Три миллиона человек во всем мире уже сделали это. Программист Дима из Магадана – живое тому доказательство. Прыгнул один раз, прыгнул второй с 69 метров. Думаю, надо прыгнуть еще и с 207 метров. Было очень страшно. Вот именно страшно. Нереально. Когда все заканчивается, ты как бы чувствуешь, что все, ты свободен. Дима со страхом справился. Теперь моя очередь. Снаряжение – это самая важная часть. Система надежна на 100%, говорит команда Хакета. Она рассчитана экспертами и проверена сотни раз. Канат закрепляется в двух местах – на ногах и на талии. Есть еще и дополнительная страховка. Все это уже рассказали и показали, но перед самым прыжком почему-то особенно об этом беспокоишься. А это все, что меня держит? Пока да. Потом – тщательный инструктаж. Смотри, я тебе скажу, ты согнешь ножку, стоя на самом крае. Предварительно стопами переступим правит. Вот таким образом примерно. Все очень просто. На словах – просто. Только теперь надо пройти эти два метра до края и шагнуть в пропасть. Но как это сделать, когда все в тебе этому противится? Пока там, на краю, продолжалась психологическая борьба. Нервничать, похоже, начал уже оператор. Эта веревка меня никуда не утянет. Тебя? Окей, окей, нормально. Я, 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 я. Но инструкторы, которые работают в скайпарке, видимо, профессиональные психологи. И для каждого находят нужные в этот момент слова. Пять, четыре, три, два, один. Давай! Как только ты все же делаешь этот безумный шаг в никуда, думаешь, ну и чего же я боялся. И чувствуя себя, ну теперь уж точно способным на все, получаешь новый шанс испытать себя. Прыжок с 69 метров, но спиной. Так что ты не видишь, куда падаешь от того пропасть, в которую ты полетишь. Кажется, пожалуй, в 10 раз ужаснее. Это страшнее. И тут настоящая и очень честная борьба с собой, со своим страхом и даже с инструктором. Не отпускай. Не отпущу я тебя. Да успокойся. Иди на меня. Я тебя держу. Отпусти меня. Да я тебя держу. Держи. Да держу, не боись. Давай, ручки в стороны. Колоссальный выброс адреналина и колоссальные эмоции. Тут ты понимаешь, о какой трансформации говорил Эй Джей Хакетт. И зачем именно он так любит наблюдать. Действительно, все, кто принял этот вызов и преодолел этот страх, уходят немножко другими. Чуть больше веря в себя, чуть шире улыбаясь. И уж точно, неделю еще будут рассказывать всем, даже едва знакомым, что они сделали в Сочи. Анна Книшенко, Эдуард Горборуков, Руслан Бабкин и Иван Терехов. РТС. Сочи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова